Всем привет! С вами мастер спорта Михаил Мельничук и мы продолжаем разбирать первое соревнование в классику во время пандемии среди топовых шахматистов на соревновании Altybox Norway Chess, которое проходит в Норвегии. Разбираем сегодня первый раунд партии между польским гроссмейстером Дудо Ян Криштофом и иранским гроссмейстером Феруджи Али Резе. Перед началом видео вас попрошу поставить лайк, подписаться на канал, буду всем благодарен. А мы поехали. Значит, белыми играет Дудо и начинает с хода Е2-Е4 и у нас защита каракану. С6, Д4-Д5, довольно модная защита. ДЕ, конь Е4, любимый дебют Анатолия Карпова. Слон Ф5. Кстати, могу напомнить, что довольно популярное продолжение в последнее время хода Е5, но принят все-таки выбор конь С3. Слон Ф5, конь Ж3, слон Ж6. Известная теория, х4, белый пытается напасть на слона. А6, форточка, конь Ф3, конь Д7, не пуская коня на Е5. Аж 5, слон Х7, слон Д3, размен-размен. Все известная теория, Е6, слон Д2, пошел Дудо. Также белые могут играть здесь и слон Ф4, после чего черный дают шаг на А5. Белый, как правило, возвращается в слон Д2. Ферд С7 получается тоже такая стандартная классическая позиция. Здесь белому напомню, что можно сыграть С3, но после кони Ф6 теперь проблема с рокировкой. То есть в длинную рокировку нельзя, пешка теряется, в короткую сторону пешка на А5 может потеряться. В какой-то момент. Поэтому белые сыграли сразу слон Д2. Черные отвечают конь Ф6, рокировка. И здесь Али Резеф Руджа решил не уходить в длинную рокировку, а сыграет слон Е7. Ну, по базе это один из главных ходов здесь за черных. Слон Е7, король Б1 и короткая рокировка. Дудо ходит конь Е4. Это все еще теория. Ферд С5, тоже теоретический ход. И вот в этот момент Дудо играет не сам точным ходом, играет слон Е3. Открывая дорогу своей ладьей и пытаясь бороться за линию Д. Но тут у белки есть очень интересное продолжение. На практике встречалась чаще конь Ф6. Также встречался ход ДС. Ну, например, еще встречался ход ладья Ж1. Так играл Ливона Роняда. Например, после ЦД пытался атаковать Ж4. Но, правда, здесь после размена конь С5 все приходило к примерно равному кончанию. Ферзь Д4, размин Ферзей. Ну и партия там закончилась ничью. Также интересный еще ход. Здесь сразу пойти Ж4. То есть сразу атаковать на короля, отдать пешку. Но давайте посмотрим, что может получиться. Тут на конь Ж4 очень интересный вариант. Например, белые могут играть Ферзь Е2. ЦД. Конь Д4 пока под боем. Конь на Ж4. Но идея белок еще в том, что открывается линия Ж, по которой белые могут атаковать. Конь Ф6, например, черный могут сыграть. И здесь у белок есть интересные такие продолжения, как вот слон бьет А6. Например, ЖАЖ. Конь Ф5. Висит Ферзь. Висит там ладья Ж1. Всякие угрозы. Конь Е7. Например, черный должны бить. И после шага король А8. Взятие взяли. Ферзь Д2. Висит пешка на А6. Ее надо отдать. Ферзь Д6. Довольно сложная позиция. Ну, по мнению компьютера, очень сложная. Небольшое преимущество у белых. Хотя мы понимаем, что здесь могут быть и три результата. Но в партии был сделан ход слон Е3. На что черные ответили. Конь Е4. Ферзь же меняется. И ходит конь Ф6. Нападает на Ферзя. Ферзь бьет Б7. Ферзь же жертвует пешку. Но получает хорошую контур игру по линии Б на белого короля. Конь Д5. Конь нападает на слона. В этот момент Дуда сыграл Ферзь А6. И у Яна Криштова была интересная идея забрать пешку ДЦ. Правда, сложная позиция получалась. То есть черные могут дать шаг на С3. Очень интересно. И белым. У белых тут есть небольшой такой выбор. Убегать королем или бить коня. То есть на 1, конечно, плохо убегать, потому что конь забирает просто ладью. Черных выиграно. Значит, на король С1 у черных есть возможность такая сбить пешку. Король Б1, конь С3. Ну, или повторить позицию ничья будет. Или сбить в итоге ладью. То есть сбить ладью и такой непонятной позиции. Но, наверное, все-таки в пользу черных. То есть лишнее качество. И да, это, наверное, позиция все-таки в пользу черных. Но также белые могут здесь забрать еще пешкой Б. Коня. На что черные играют. Ладья Б8 связывает белую ферзя. И нельзя бить белую ферзя. Ввиду того, что забирается на Б7. Ладья Б8. И, конечно, несомненный перевес у черных. Но здесь у белых находится очень интересный ход Ферзь Б3. То есть белые отдают ферзя. Черные пытаются Ферзь А5 сразу его не бить. То есть угроза сбить пешку на С3. Но после конь Е5 довольно сложная позиция. Компьютер оценивает ее примерно как равную. Дело в том, что после ладья Б3. А Б там Ферзь С3. И за ферзя ладья и конь. И пешка. И тут еще и конь Д7. У белых все под защитой. И позиция здесь довольно интересная. Хотя черные, возможно, играть немножко приятнее. Потому что есть слон Ф6 угрозы. Есть возможность дальнейшего подрыва пешки белых. Но на эту позицию Ян Криштов не пошел. Сыграл Ферзь А6. Черные играют ладья Б8. Также здесь еще был интересный тоже ход ДС. Но сыграно было слон Д2. Тут на ДС, кстати, черные могли, наверное, форсировать какой-то такой ход. Король С1. Можно сыграть Ферзь А8. Интересный ход. И на Ферзь А8 конь А2 форсировать ничью. То есть на король Б1, конь С3. И получается такой вот вечный шаг. Ну, король А1, скажу, что не очень удачно. Просто можно забрать. И, например, если белые забирают БЦ, то после ладья С6 белые получают красивый мат. Поэтому вот очень интересный вариант. Хотя на конь А2 у белых было интересное наступление. Король Д2. То есть ладья С8. У белых лишняя пешка. Но под боем здесь, под боем здесь. Но все-таки шансы белых могут быть чуть-чуть приятнее. Так что конь Е1. Есть вариант конь Д3. Укрепиться. И возможно, что у белых будет потом какая-то проходная пешка в дальнейшем. Но этого всего не было. Значит, сыграно слон Д2. Тут Ферруджи забрал. Возможно, был еще ход слона Ф6. Нападая дополнительно слоном на эти пешки. То есть неприятное давление на пешку Б2. Если белый играет здесь, например, С4. То конь можно от конь Б4 отойти. И мы видим, что на Б2 всегда остается слабое поле. И позиция довольно сложная. Но Ферруджи сразу забрал пешку. Что тоже не является неплохим ходом. Слон Ф6. Конь Б3. У белых лишняя пешка. Но белые здесь сильно страдают. Потому что инициатива явно зачерна. Ферзь С7. Ладья Е1. Ладья С8. Черный нападает на пешку С2. Ладья С1. Дуда защищается. Конь Б6. Ферруджи пытается перевести коня на поле С4. Где будет нападать на слона на пешку. Тяжело белым придумать какой-то интересный план. Белым должен только защищаться. Ладья Е4. Конь С4. И в этот момент Дуда нападает на ферзя. Ферзь Б6. Предлагая размен ферзей. Последовал размен. Ферзь Б6. Ладья Б6. И в этот момент Дуда сыграл слон Е3. Нападая на ладью черную. Ферруджи соответил. Ладья Б4. Возможно сильнее был ход Ладья Б5. Чтобы не становиться под связку. Ну и потом. Когда черный отыграет пешку на Б2. Позиция довольно неприятна. Белых. А если белый играет С3. Защищает пешку. То у черного появляется интересный план на 5А4. И черный добирается до пешки Б2. Например на Ладья С2. Уже А4. Конь куда-то отступает. И там нужно Ладья А5 ударить. Если Конь отступает на Д2. Тогда уже Конь А3 соответственно с выигрышем качества. Тоже хорошая позиция. Ладья Б4 дает преимущество. Но у белых находится интересный практический шанс. То есть в этот момент Дуда жертвует Лай качество. Но взамен будет пешку на А5. И у него образуются 3 проходные пешки. Что очень немало. То есть Лон Д2 прогоняет Ладью. И забирает польский гроссмейстер пешку на А5. Нералит забирает пешку на А5. Ладья Ж1. И здесь начинается игра на перегонки. В этот момент Ферруджи начал играть довольно неточно. Ладья Б5 немного пассивный ход. Сильнее был Ладья А2. С быстрым продвижением пешки А. То есть черные пытаются А5, А4, А3 быстренько подорвать пешку Ж2. И также еще будет провисать пешка на С2. Это был более энергичный ход, чем то, что было в партии. Ладья В5, С2, Х5. Теперь черные, конечно же, надвигают пешки. Там, где они сильнее. Белые будут пытаться надвигать пешки на Ферзь. То есть король С2, Ж4. Ферруджи максимально быстро пытается игнать свои пешки. Ж3 зажимает белых. Б3. Ладья С8. Но вот позиция довольно неясная. Теперь становится А4, Ладья Ф5. Потому что если черные пешки сейчас остановятся, белые заблокируют, то черные рискуют вообще проиграть. Потому что эти белые пешки как лавина пойдут на черную. Последовал ход конь Е2. H4. C4. Е5. И тут еще слон Е3, слон Ж5. Последовал размен-размен. И тут стоит упомянуть тот факт, что несмотря на то, что партия играла с классические шахматы, на часах у соперников здесь оставались считанные секунды. И у Дуды, и Ан-Кристофа, и у Алиреза Ферруджа. И поэтому в такой сложной позиции найти точные ходы очень-очень сложно. Ладья А1 сыграл Дуда. Позиция, по мнению компьютера, здесь вообще равная. То есть белые держат тут ничью. Ладья А5. И в этот момент Дуда сыграл король С3. Была интересная возможность у польского гроссместия разбить пешку на Ж3. То есть нельзя бить АЖ ввиду Ладья А5. А если черный играет Ладья Ж5, конь убегает. Ша, король уходит на С3. Пешка на А4 гибнет. И после, например, Ладья Ж6, Ладья Ж4, Ф5, конь Д2, мы видим, что черные пешки не такие опасны, чем то, что мы увидим сейчас в партии. Поэтому король С3. Неточный ход, Ф5. И в этот момент еще белые могли сыграть конь Ж3. Белые сыграли пока Б4, Ф4. И вот в этот момент у белых еще были шансы спастись. Надо было точно играть или Б5, или играть конь Ж1. Ян Кришну сыграл А5, это неточность, после чего черные все-таки прорываются своими пешками. А если бы Дуду сыграл конь Ж1, у черных были бы некоторые проблемы. Дело в том, что сыграть АЖ3 очень сложно. И черные должны уже точно форсировать, наверное, ничью. То есть черные должны прорваться теперь с этого фланга. Стоять на месте нельзя. Белые могут забрать. Ладей Е5. Король Д4 защищает пешку. Например, Ладей Е8. Белые забирают пешку здесь. Черные отгоняют шахом. Забирают пешку на Е4. Конь Ф3. И вот в этот момент черные не так легко прорваться. Поэтому черные могут форсировать ничью. Король С3, Ладей Е3. Ничего лучшего здесь нет, потому что бить на Ж2 довольно опасно. Ладей Ф4. Пешка на Ж3 пока держится. При случае Ладей Ж4 еще белые могут пойти. А эти пешки довольно опасны будут для черных. Поэтому, возможно, это было бы логическим завершением партии. Но цепь нот, цепь нот. И поэтому Белые допускают на секундах ошибку. И Феруджа прорывается. Е4. Второй прорыв. Прорывается пешка. Но плохо здесь бить на Ф4. Конь у него бьет Ладей Ф5. И черные потом забирают пешку на Ф3 и проводят свои пешки. Поэтому белые забрали здесь. Ж2. Ладья Ж1. Ладья бьет Ашты с шахом. И иранский гроссмейстер толкает вторую пешку. Мы видим, что черные пешки прорвались сквозь белую оборону. Ц5. Нельзя пить пока ФЕ. Ввиду того, что белые заберут на Ж2 шах. Потом заберут на Е2. И позиция вообще неясной становится. Поэтому, конечно же, Феруджа уводит короля с угрозой пойти Ф2. Или просто даже забрать коня. Ну, наверное, Ф2, Ф1 просто провести Ферзя. Конь Ф4. Здесь уже выигрывало два хода. Ладья Ж1 выигрывает. Но Ф2 самый точный ход. И в этот момент польский гроссмейстер сдался. Сдался. Потому что на Ладья Ж2 черный проводит Ферзя. А на Конь Ашты черный проводит Ферзя здесь. И белые, конечно, остаются в проигрышном положении. Вот такая вот интересная принципиальная битва в защите Каракан произошла в первом раунде. А вам, если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выдавления. И до новых встреч, друзья. Пока.